Подросток сидит. Видите, за бревном зайчик сидит. А он, слушай, такой это, уши такие большие. Так это же джек-лейбет, это же не наш. А это же зайчик. Всем привет! Что у меня сегодня на повестке? У меня вот есть зеленые яблоки, я решила их использовать и сделала пирожки с яблоками слоеные. Я как-то их уже, ой, не слоеные, а песочные. Я как-то их уже делала, но вот напомню рецепт. Что мне понадобится для теста? Песочное тесто. 360 грамм муки. 170 грамм сливочного масла. И мы будем натирать, поэтому оно должно быть холодное. Треть чайной ложки разрыхлителя. Щепотка соли. 170 грамм сметаны. У меня жирность не знаю какая, но по рецепту надо 20%. И 40 грамм или сахарной пудры, или мелкого сахара. У меня вот такой сахар, не сахарная пудра. Для начинки нам понадобятся вот такие вот зеленые кисленькие яблочки. Где-то 600-650 грамм. Вот у меня как раз 4 яблока, а 650 грамм. Ну, я сниму кожуру, наверное, будет меньше. Надо будет где-то 3-4 столовых ложки сахара, корицы по вкусу и 20 грамм сливочного масла. Тоже понадобится нам для яблочек, потому что мы их будем резать кубиками и пассеровать на сковородке как раз в сливочном масле. Все, наверное, начинаем. Сначала будем делать тесто. Так, сначала мы отмериваем муку 360 грамм. Теперь мы кладем 40 грамм сахара. Соль. В общем, сначала смешиваем все сухие ингредиенты. И разрыхлитель. Можете положить соду, но ее надо будет, конечно, положить гашеную. Так, теперь мы берем масло сливочное, обваливаем его в муке и натираем на терке. Спасибо. Продолжение следует... Поехали. На этом все-таки. Вот что у меня будет сантимия. Пока! Поехали! Пока! Поехали! Пока! Поехали! 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 uel! Так, вот такая вот у нас получается как бы крошка с маслом. Теперь я добавляю сметану, 170 грамм сметаны. Продолжение следует... Вот смотрите, вот такое тесто должно получиться. Сейчас мы его завернем в пищевую пленку и уберем в холодильник где-то на час. Кто может дольше, можно и дольше. У меня больше времени нету, поэтому я уберу на час. Вот оно абсолютно такое вот, хорошее и не липкое. Яблоки как режем. Надо сначала их очистить от кожуры, вырезать сердцевинку. И надо будет их порезать кубиками, небольшими. Игорь Негода. Так, вот столько у нас яблок получилось, сейчас мы будем их жарить на сковородке в сливочном масле и с сахаром. Так, для начала мы растапливаем сливочное масло на сковородке, теперь выкладываем сюда яблоки, немножко их обжариваем, ну, как бы тушим, да, потому что на масле они, конечно, сильно не обжарятся. Наша задача из яблок максимально выпарить влагу, сейчас мы их чуть-чуть обжарим без сахара, потом добавим сахар и в конце добавим корицу. Так, вот как они тушатся, ммм, они вот сейчас тушатся и уже такой аромат у них прекрасный. Эти яблоки у меня грейми-фильм. Так, вот такие у нас яблочки получаются, они немножко становятся мягкие, поэтому теперь уже можем добавлять сахар. сахар добавляем по вкусу, но я обычно добавляю где-то 3-4 ложки. Яблоки у нас будут карамелизироваться. выпариваем. Выпариваем из яблок всю воду. Видите, у нас вода немножко есть, поэтому чтобы они были максимально сухие, для того чтобы у нас кирожки не были мокрые. как только у нас водичка вся выпарилась, можно добавить корицу. корицу. Если кто-то корицу не любит, можете не добавлять. Мы любим. Теперь закончу с корицей. С корицей просто прекрасный аромат, все яблоки. Вообще яблоки и корица это идеальное сочетание. Все, видите, у нас абсолютно вся вода выпарилась. Яблоки готовы, но теперь надо нам их отстудить, прежде чем их заворачивать в тесто. Теперь это должно все хорошо остыть. Все, начинка у нас для пиложков готова. Так, ребята, час прошел. Мы достали наше тесто из холодильника. Сейчас мы его разрежем на две части, для того чтобы было удобно нам его раскатывать. Одну часть мы пока вернем в холодильник, а со второй будем заниматься. Нам сейчас надо раскатать тесто толщиной, ну то есть пласт. Сейчас мы немножко притерим на свой стол. Пласт где-то пять миллиметров толщиной. И потом мы будем вырезать кружочки. Для кружочков нам надо какую-нибудь форму круглую, диаметром примерно 6-8 сантиметров. Сейчас я взяла вот такую вот сеялку для муки, просеивалку. Если у кого-то есть специальная формочка, которой резать кружки, можете ею воспользоваться. И все, вырезаем кружочки. Вот видите, какие получаются. Должно получиться примерно, ну в зависимости, наверное, все-таки от размера, примерно где-то, наверное, 25 пирожочков с этой порцией теста и с этой порцией яблок. Если пирожки будете поменьше делать, то, конечно, получится больше. Ну, смотрите сами. Дело, как говорится, хозяйское. Это мы оставим для следующего куска. Что мы делаем дальше? Теперь мы берем наши яблочки и где-то чайную ложечку. Выкладываем на одну половину теста и залепливаем, как вареники. Тесто очень хорошо лепится. Так что, вот так вот. Кто-то проходит вилочкой, а я сделаю вот такие вот защипы. У меня будут прям вареники. Выкладываем на противень и потом обязательно делаем в каждом вареники по две дырки вилкой, чтобы у нас выходил пар и наши пирожки не лопнули. Вот так вот просто лепим, лепим, лепим. Ничего сложного. Прям вареники получаются. Пирожки вареники называются. Пирожки вареникам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сверху желтком, разведенным с водой И еще чуть-чуть можно присыпать сахарочком Потому что тесто у нас практически не сладкое Поэтому можно посыпать Но это уже смотрите по желанию Так, все, теперь ставим выпекаться На 25-30 минут духовка 200 градусов До золотистой корочки Наши пирожки готовы Не обращайте внимания, это просто сахар, который попал, пригорел А так они прекрасные Вот такие вот румяные получились Сейчас они остынут, и мы их попробуем Ну что, ребята, вот столько пирожков получилось Давайте какой-нибудь вот этот попробуем Ммм, чудесные Смотрите, внутри яблочки Они превратились в такое пюре Я бы сказала Но пирожки очень хрустящие, нежные Просто прекрасные Так что Такой быстрый Как бы к чаю, да, десерт Рекомендую 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 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...